Летом этого года свет увидели 7-нанометровые процессоры AMD Ryzen 3-го поколения. А вот анонс новой линейки чипсетов не состоялся, за исключением флагмана AMD X570. Единственным важным нововведением которого является переход на интерфейс PCI-Express 4.0. Тем более, что пока данный стандарт реализован лишь на этой платформе. Итак, новые процессоры получили 24 линии PCI-Express 4.0. 16 под нужды видеокарт, 4 для подключения NVMe накопителя, а ещё 4 для связи с чипсетом. Набор системной логики оснащён ещё 16 линиями PCI-Express 4.0. 8 из них используются для интерфейсов PCI-E или SATA. Но не стоит забывать, что и чипсет, и сами процессоры AMD Ryzen 3000 обладают поддержкой портов USB и SATA, так что в итоге получаются отличные возможности для подключения периферии. Но расплатой стало повышение тепловыделения чипсета до 15 Вт против 6 у предыдущего поколения. Ну и как следствие, необходимость в его активном охлаждении. Хотя производители материнских плат, знаете, стараются различными способами уменьшить возможный дискомфорт. И вот сегодня к нам на тестирование приехал любопытный набор комплектующих. С его помощью мы оценим работу PCI-Express 4.0 на примере быстрого накопителя и влияние частоты оперативной памяти на общую производительность системы. Для этого нам понадобится материнская плата с чипсетом AMD X570 и процессор серии AMD Ryzen 3000. Начнём с основы нашей тестовой системы. Платы Asus ROG Crosshair 8 Hero и в скобочках Wi-Fi. Она поставляется в картонной коробке, облагороженной фирменными цветами серии ROG. Естественно, здесь есть что почитать об особенностях новинки. Но ещё больше радует комплектация, которая полностью соответствует высокому уровню данной модели. Помимо привычного диска и бумажной документации, в коробке мы обнаружили ещё множество полезностей. Ну а сама плата выполнена на текстолите чёрного цвета в формате ATX и придётся по душе любителям стильных и строгих решений. Из интересных моментов выделим два радиатора охлаждения М2 накопителей и защитных кожух над интерфейсной панелью и чипсетом. Последний оборудован LED-подсветкой, да и к тому же вы сможете подключить ещё четыре светодиодные ленты. Оснащение новинки также находится на отличном уровне. В нижней части, помимо привычных элементов, расположились кнопки Retry и Save Boot, а также переключатели режима Slow Mode. Ну а в верхнем правом углу нашлось место для диагностического LED-индикатора, кнопок включения и перезагрузки, а также колодок подключения светодиодных лент. Дополнительно отметим колодки для подключения выносных панелей USB 3.2, Gen 1 и Gen 2. Это важный элемент любой современной платы. Возможности организации дисковой подсистемы представлены двумя M2 Socket 3 и восемью SATA 3.0. И внимание, отличная новость, которая заслуживает на лайк, здесь нет никаких ограничений на их использование. Привычные 4 DIMM слота поддерживают оперативную память стандарта DDR4 с частотой до 4800 МГц. Максимальный её объём может достигать 128 ГБ. Двухканальный режим также, конечно, никто не отменял. Система охлаждения включает в себя активный кулер на чипсете, как и говорили выше, производители реально стараются, и пару алюминиевых радиаторов на элементах подсистемы питания, соединённых тепловой трубкой. Полученные в процессе тестирования результаты указывают на высокую эффективность такой компоновки. Никаких проблем с перегревом у вас не будет даже в процессе разгона. Питание процессора осуществляется по 14 плюс 2 фазной схеме для вычислительных ядер и дополнительных узлов. Все компоненты как один отличаются высокой степенью надёжности, эффективности и стабильности работы, поскольку используются твердотельные конденсаторы, ферритовые дроссели и микросхемы IR3555M. Сетевых контроллеров здесь, как и полагается, два. Привычный гигабитный Intel и более эффективный производство Realtek с пропускной способностью 2,5 Гбит в секунду. Также выделим 8 портов USB 3.2 Gen 2, а также удобный сброс к MOS и обновление прошивки BIOS при помощи кнопок. Также помним скобочки с Wi-Fi, так что здесь не обошлось без поддержки беспроводных интерфейсов. Wi-Fi стандарта 802.11ax и Bluetooth 5.0 реализованы на основе модуля от Intel. С организацией охлаждения внутри системника тоже будет полный порядок в наличии целых 8 четырёхконтактных разъёмов для подключения вентиляторов. А теперь от беглого знакомства с мат-платой перейдём к накопителю с длиннющим названием. Corsair Force MP600 Gen 4 PCIe X4 NVMe M.2 SSD. Он был анонсирован за несколько недель до старта продаж материнских плат на AMD X570. К нам пришла версия объёмом целых 2 ТБ, основанная на связке контроллера FISON и 3D NAND TLC памяти стандарта NVMe. Поскольку это тестовый экземпляр, то обращать внимание на скромную упаковку не стоит. А вот комплектация, друзья, выглядит более любопытно. Вместе с накопителем мы получили радиатор и термопрокладку. Corsair Force MP600 выполнен на печатной плате чёрного цвета и имеет двухстороннюю компоновку. В качестве контроллера выступает микросхема от FISON, предназначенная для высокоуровневых решений. Так что неудивительно, что максимальная скорость последовательного чтения и записи для неё заявлена на уровне 5000 и 4400 Мбайт в секунду соответственно. Также реализована поддержка PCI-E4.0 и интеллектуальная схема контроля температуры. Для хранения данных используются 4 96-слойные микросхемы BY-CS4 3D NAND TLC объёмом 512 ГБ каждая. Ну а кэш-память реализована на базе 8-гигабитной микросхемы DDR4-2666 МГц от компании SK Hynix. Конечно же мы решили не просто прогнать стандартный набор тестов, а сравнить производительность накопителя в двух режимах PCI-Express 3.0 и PCI-E4.0, переключив интерфейс в BIOS. Итак, в режиме PCI-E3.0 в Atu Disk Benchmark максимальная скорость чтения достигла 3,2, а записи 3,3 ГБ в секунду. Сменив интерфейс на PCI-E4.0, показатели выросли до 4,4 и почти 4 ГБ в секунду, или на 36% и 22%. А вот на скорости чтения и записи данных объёмом 4 кБ смена интерфейса практически не повлияла. Тут разница укладывается в рамки погрешности. А ещё очень наглядным стало сравнение производительности в Crystal Disk Mark. В режиме PCI-E3.0 скорости чтения и записи достигали 3,5 ГБ в секунду. А после перехода в PCI-E4.0 мы получили 5,4,3 ГБ в секунду для чтения и записи соответственно. Ну что ж, как видим, в режиме PCI-E3.0 производительность твердотельника уперлась в пропускную способность интерфейса. Следовательно, покупать этот SSD для систем PCI-E3.0 можно, но всю полноту его производительности обеспечит лишь PCI-E4.0. И ещё немного тестов. В HDTune Pro разница в показателях практически достигает 1 ГБ в секунду для чтения и порядка 800 МБ в секунду для записи. Естественно, в пользу более современного интерфейса. Переход на PCI-E4.0 положительно повлиял и на время доступа, но из-за возросшего потока данных нагрузка на CPU поднялась до 4%. Остальные бенчмарки также наглядно демонстрируют разницу в производительности при переходе от PCI-E3.0 до PCI-E4.0. Повышенная производительность и нагрузка на накопитель отразилась и на его температурных показателях. Разница в 5 градусов, конечно, не критичная, но на погрешность измерения её списать нельзя. Ну что ж, вывод напрашивается сам собой. Возможности твердотельных накопителей уже переросли пропускную способность PCI-Express 3.0. Если для вас важны максимальные скоростные показатели, то следует смотреть на накопители и материнские платы с поддержкой PCI-E4.0. Сейчас для этого подходит лишь платформа сокета M4. Кроме множества других улучшений, микроархитектура AMD Zen 2 перешла на использование шины Infinity Fabric 2 с увеличенной шириной 512 бит вместо 256, что привело к 27% улучшению эффективности. К тому же в Zen 2 компания AMD сняла её привязку к частоте ОЗУ, перейдя к использованию соотношений их работы 1 к 1 и 2 к 1. Первая применяется вплоть до частоты 3733 МГц. А для более высокого разгона памяти включается режим 2 к 1, в котором частота шины будет в два раза ниже скорости ОЗУ. Так что в итоге AMD рекомендует использовать режим DDR4-3600 с таймингами CL16. Если же повысить частоту до 3800 МГц и выше, шина Infinity Fabric снизит собственную скорость, что приведёт к росту задержек доступа к оперативной памяти. И вот данную особенность мы решили проверить на практике, а заодно и оценить рост производительности от повышения тактовой частоты ОЗУ. В этом нам поможет комплект памяти DDR4-3600 G-Skill Trident Z Royale. Поскольку к нам снова-таки приехал тестовый комплект, помимо самих модулей в коробке ничего не было. Внешние модули памяти полностью соответствуют своему названию, выглядят они очень красочно и дорого. Хотя золотистые радиаторы выполнены из закрашенного алюминия, а прозрачные вставки, под которыми скрываются светодиоды подсветки, из обычного пластика. Но всё равно ими можно любоваться как при работе с иллюминацией, так и без неё. По умолчанию память запускается на частоте 2133 МГц. Задержка доступа составляет 101 нс. Вплоть до частоты 3600 МГц включительно, задержка постепенно снижается до 69 нс. На частоте 3666 МГц она поднимается до 79 нс, но с дальнейшим постепенным снижением по мере повышения частоты. В общем нам удалось запустить этот комплект на максимальной частоте 3866 МГц с задержкой доступа на уровне 76 нс. Оптимальным же показателем действительно является 3600 МГц. Однако это ещё не всё. В настройках BIOS можно вручную поднять частоту Infinity Fabric, она же FCLK, тем самым синхронизируя её с частотой ОЗУ. Система стабильно работала и на частотах 3733 и 3800 МГц. А вот при 3866 МГц компьютер уже отказался стартовать. Но знаете, и по этим двум результатам хорошо видно, что повышение частоты FCLK положительно сказалось на задержке доступа. До этого на частоте DDR4 3733 МГц она составляла 78 нс, а после 67. А теперь давайте оценим производительность в обычных бенчмарках. В AIDA64 переход с 2133 до 3200 МГц обеспечил прирост на уровне 33-45%. Если же сравнить 2133 и 3600 МГц, то бонус производительности будет на уровне 50-61%. А вот переход на DDR4 3866 ведёт к снижению скорости чтения и практически не влияет на скорость записи по сравнению с DDR4 3600. В WinRar ситуация аналогичная. При частоте 3866 МГц результат хуже, чем при 3600. С другими тестами ситуация не столь однозначная. В одних повышение частоты памяти практически не влияет на результат, а в других, например, при рендере мы видим лучшие показатели при DDR4 3200 МГц. В играх также лучше ограничиться показателем DDR4 3600. Дальнейшее повышение до 3866 приводит к падению результатов. И в завершении переключимся на процессор. При активации функции автоматического разгона AMD Ryzen 5 3600 в режиме TPU2 его частота поднялась до 4050 МГц при напряжении почти 1,37 В. В ручном режиме удалось получить стабильную его работу на частоте 4175 МГц при напряжении 1,375 В. Однако после 15 минут стресс-теста AIDA64 с боксовым кулером температура ядер достигла 95 градусов. Попытки получить 4200 путём повышения напряжения до 1,4 В с таким охлаждением приводили к перегреву. Поэтому для достижения более высоких результатов необходима и более производительная система охлаждения. Хотя, по нашему мнению, игра не стоит свечи, ведь прирост производительности в итоге будет не столь значительным. Итак, у компании AMD получилась интересная связка процессоров AMD Ryzen 3-го поколения и флагманского чипсета AMD X570. Одним из главных достоинств этой платформы является переход на интерфейс PCI-Express 4.0. Его преимущество уже сейчас можно оценить при помощи быстрых M.2 накопителей. Как показало тестирование, скорость флагманских SSD уже упирается в пропускную способность PCI-Express 3.0 и для оптимальной работы действительно необходим PCI-E 4.0. Правда, пока его поддержкой могут похвастать лишь топовые представители сокета М4. Главным же недостатком плат на AMD X570 является их высокий ценник, но это привычная плата за новые возможности. Кроме этого, наверное, не всем понравится активное охлаждение чипсета. Пока AMD еще официально не объявила характеристики B550 и есть надежда, что он будет холоднее, а материнские платы на нем таки позволят установить хотя бы один M.2 SSD с интерфейсом PCI-E 4.0. Ну и последней особенностью, которой мы коснулись в данном материале, является работа оперативной памяти при повышении тактовой частоты. И тут теория полностью совпала с практикой. Если вы не хотите погружаться в эти тонкости, то выбирайте для ОЗУ режим DDR4 3600 МГц. При желании можете поиграться с таймингами, дополнительного бонуса производительности. Ну а если хотите таки повышать частоту до DDR4 3733 или выше, то придется вручную поднимать и частоту шины Infinity Fabric, иначе задержка доступа к памяти нивелирует бонус от роста ее скорости. Ну а на этом у нас все. Если вам было интересно и познавательно, вы знаете что делать. Всем добра и до новых видео!